Месяц работы и байки Запорожья на большом экране. 12 короткометражных юмористических сюжетов, 59 актеров, сотни съемочных часов и озвучивание от снятого материала. Премьеру «Яралаша по-запорожски» юмористического киножурнала «Байки Запорожья» видели наши журналисты. Амельченко, у тебя такие красивые глаза. Один, но лучше другого. Михалок, я тебя срочу. На съемки этой сцены у актеров и режиссеров киножурнала «Байки Запорожья» ушло больше часа. За это время главная героиня 10-й серии «Коварство и любовь» Полина Амельченко успела изрядно пострадать. Первый дубль был, когда режиссер снимал по крупному плану, и мальчик сначала один раз дал портфелем по голове, не получилось еще раз, так 20 раз подряд. Было больно? Не сильно, но было больно. А мальчик извинился? Нет. Правда, несмотря на нестандартные ситуации во время съемок, ни один юный актер не жалеет о проведенном времени. Считают, во время съемочного процесса успели многому научиться и стали взрослее. Да, было прикольно работать, потому что мы то идем в клуб куда-то, я никогда даже в клубе не была, пошли в клуб в первый раз в жизни, то в школу летом, то еще куда-то. Было прикольно, так все со всеми сдружились. Текст не забывала, ничего сложного не было, просто интересно. Самое сложное было, это как бы озвучивать все слова, повторять, чтобы было все в точку, там, попадать все в такт, чтобы не было таких, короче, по 10 раз нас переспрашивали, там, повторяли мы, очень сложно было озвучивать. Организаторы подчеркивают, главной целью, которую ставили перед собой, отвлечь детей от событий в стране, достигли. Каждый съемочный день, по их словам, проходил максимально насыщенно и не обходился без веселого детского смеха. То-то получилось, но везде были какие-то там казусы, да. Ну, вот, к примеру, на последней съемке, да, вместо собачки надо было принести кошечку, да, то один актер у нас не явился, пришлось срочно на улице искать. Постоянно вот что-то было, но это было всегда весело, детям очень понравилось. Главное, что они запомнили, как провели каникулы. По словам организаторов, приобретенный опыт в съемках киножурнала реализуют в другом проекте под названием «Бабайки Запорожье». По сюжету это будут мистические рассказы детворы у костра. Кастинг актеров пройдет в конце сентября.